Ребята, в очень многом возникло вопросов по тому, как сбросить пароль, который у вас стоит на заметке. Я уже записывал дважды видеоролик этот, и вы мне все одно и то же пишете. Сейчас я вам продемонстрирую все наглядно, все пошагово. Я не знаю, если у вас не получится, вы просто что-то делаете неправильно. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, ситуация такова. Если вы запароли какую-то заметочку свою, то если вы не можете, естественно, ее ввести, не вспоминаете, какое-то там количество раз вводите, безвозвратно вы теряете эту заметку. Как ее восстановить, я вам сейчас покажу. Если у нас есть заметочка, которая запаролена, показываю, сразу говорю, на iOS 15.3.1. Не важно, это работает на всех версиях, работает одинаково. Если вы не помните пароль безвозвратно, как все-таки зайти в вашу заметку с паролем? Вам нужно опуститься в настройки, найти раздел заметки. И вот здесь вот, где пароль, нажимаем на пароль и вот у нас сменить пароль. Естественно, если вы его не помните, вам нужно сбросить пароль. Что вам здесь нужно ввести? Правильно, пароль от учетной записи. Мы его вводим. Все, нажимаем сбросить пароль. Сам iPhone нам уже это предлагает. Сбрасываем пароль. Задаем новый пароль. Можете оставить подсказку. Напишем старый пароль. Готово. Все. Возвращаемся в заметку. И теперь те, которые заметки у вас были. Я, конечно же, зайду по Face ID, но вы уже можете ввести, по крайней мере, ваш пароль. Поняли, друзья, ничего сложного нет. Просто перешли в заметочки, взошли в пароли. Нажимаете сбросить пароль. Вводите ваш Apple ID пароль. Который к вашему Apple ID прекрасен. Вы их тогда сбрасываете пароль. Назначаете. Дважды вводите пароль. Третьим подпунктом вы оставляете подсказку. Чтобы вы могли вспомнить, что это за пароль. И все. В принципе, весь секрет ничего сложного нет. Данный пример показан на iOS 15. В принципе, работает для всех остальных точно так же. Подписка на канал. Прожмите колокольчик. Оставьте ваше мнение в комментариях. Для меня это важно. Дальше больше. Скоро увидимся.